В посёлках Степногорского региона продолжаются работы по подключению жилых домов к водоснабжению. На сегодняшний день в посёлке Аксу трубопроводы к потребителям проложены 100%. Уже 20 июля начались работы по установке соединений в колодцах. Подключение оставшихся 353 потребителей будет проходить по мере исполнения работ. В свою очередь, на кварцитке осталось подвести к потребителям в целом 1 км трубопровода и подключить около 50 оставшихся потребителей. Тем временем в заводском завершении требует прокладка 1,8 км трубопровода и переключение на него 80 потребителей. Ну сейчас на селе нам жить стало проще. Дали воду. С прошлого года мы обходились 21 год и сколько-то месяцев. У нас вот столько не было воды. Вот с прошлого года, с осени нам дали воду. Сейчас вот сами видели, вода бежит в кране, напор хороший. Слава благодарности, конечно, хочется сказать нашему депутату, который занимался этой проблемой, нашему руководцу, нашему Акимату. Нужно отметить, что в заводском вода в жилых домах была всегда, поэтому до завершения работ всем жителям подается по старому трубопроводу. В отличие от поселка Аксо, жители которого свыше 20 лет пользовались привозной водой. Поставщиком воды в данной местности является предприятие Сепногорск Водоканал, которое привозит воду один раз в неделю согласно графику. Стоимость 40 литров воды или одной фляги составляет 20 тенге. Кубок у меня хватает, ну вот фляги и бочка большая сильная. У меня хватает, даже больше воды у меня остается еще, ну на две недели у меня остается вода. Мне хватает стираться, кушать, чай попить. Напомним, с 2009 года в Степногорском регионе прошла масштабная реконструкция главного водовода. Магистральных сетей СОПК-305 «Город» и СОПК-305 «Промышленная зона», а также магистральных и разводящих сетей города. В 2011-2012 годах был реализован первый этап данного проекта. Проложено 28 километров магистральных сетей от СОПК-305 до поселка Заводской и Аксу и разводящих сетей от станции Алтынтау. Стоимость проекта составила 1 миллиард 200 миллионов тенге. Второй этап включал в себя реконструкцию разводящих сетей поселков Аксу и Заводской, финансирование которого в размере 1 миллиарда 500 миллионов тенге было осуществлено только в ноябре 2016 года, и работы были начаты. Объемы по основному договору подрядчикам в период 2016-2017 годов были выполнены, но в 2018 году, ввиду возникших у ТО проблемных вопросов с банком, работы были приостановлены. По законам, по правилам кредитования нам пришлось в конце 2018 года вернуть эти 184 миллиона средств в республиканский бюджет. Договорные отношения с подрядчиками были разорваны в связи с тем, что они не выполнили свои обязательства. Деньги, как я еще раз говорю, были возвращены. Степногорск водоканал со своими силами, чтобы обеспечить так жителей водой, завершить этот проект, так как осталось совсем немного, это в основном подключение жителей. Мы с апреля месяца начали работать. Если сказать по количеству, то есть общее количество потребителей по трем поселкам, по поселкам Аксу и Заводской, включающей кварцитку, это 1200 потребителей. На данный момент подключены 700 потребителей, осталось 500 потребителей. Также предприятиям Степногорск водоканал обеспечивается и благоустройство данных поселков после проводимых ремонтных работ. Асфальтирование дорог уже завершено. В поселке Заводском это около 5 километров, в Аксу – более 10 километров. Вертикальная планировка по местам проведения работ будет завершена также в октябре текущего года. 15 июля начали работы тоже по Аксу. Планируем мы в любом случае в августе завершить работы как по Аксу, так и по кварцитке. То есть у нас вопросы по сентябрю, октябрю, это остается наше благоустройство и планировка.